Официальный представитель Следственного комитета России Татьяна Петренко сообщила, что СК продолжает расследовать дело о нападении трех дагестанцев на молодого человека, произошедшее 4 октября в московском метро. Магомоали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе применения насилия к представителю власти. Их жертвой стал 25-летний Роман Ковалев. По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия, рассказала Петренко. Стоявший рядом молодой человек сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия. После этого обвиняемые начали его избивать. ЧП произошло на станции Первомайская. Ханмагомедов и Мусалаев били и пинали молодого человека по голове, а Залибеков угрожал жестоким избиением другим пассажирам, чтобы они не вмешивались. Удары, которые дагестанцы обрушивали на Ковалева, могли быть смертельными. Полиция задержала преступников, которые пытались скрыться. Один из них попытался ранить полицейского канцелярским ножом, а другой брызнул стражей порядка из перцового баллончика. Идет допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, сообщила Татьяна Петренко. Пострадавший Роман Ковалев позже опубликовал в своем инстаграм фото из больницы. «На работу я явно не скоро смогу выйти», отметил молодой человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева. За проявленные неравнодушие и храбрость заступившийся за девушку мужчина будет удостоен ведомственной медали доблести и отвага.